Мы под общественными институтами и гражданскими понимаем, что это все формализованные и неформализованные практики самоорганизации граждан, существующие как в виде некоммерческих организаций различных типов, так и неформальные группы, инициативные группы граждан. Мы под описывая возможные функции, полезность и нужность этих институтов для общества и государства, и власти, говорится, что происходит не прагматично, как это сейчас иногда бывает в этих институтах, говорит не только о такой важной функции, как возможных исполнителей социальных услуг, создающих конкуренцию в социальной сфере и владеющих вообще в социальную сферу на другом уровне. Это важная функция этих институтов, но мы считаем, что есть еще более ключевая роль, которая в целом, без реализации которой, в принципе, вообще невозможно говорить о общественном развитии, о модернизации, о организационном развитии и так далее. Потому что только с помощью этих институтов возможно вообще оптимизировать общество, создать социальный капитал, снизить социальные риски, все время выиграть социальные проблемы, осуществлять профилактику протестных настроений, содействовать снижение разрыва между богатыми и бедными словами общества и содействовать снижение уровней бедности. Закон о правительственном контроле, который был задуман, он должен стать структурообразующим законом, рамочным законом, закон, который создает новую подвесцу законодательства, законодательства гражданского контроля. Говоря о правительственном контроле, там личность консервисов, но в тактиниках, которые проводят, тячно и видно. Человекин, чисто декларативный закон, он не нужен просто. Значит, в этом законе действительно что-то должно быть конкретизировано. И опять вы слышали, сейчас мы будем говорить, какая декорализация, но, например, первое, абсолютная гарантия независимости на процедур назначения вот этих общественных контролей. Есть мощнейший совершенно инструмент, применяя во всем мире, который должен давление на власть. Это постоянно проводимые социологические отрозы. Проводимые, опять же, не властью. Никако написано в законе о полиции штатно-шаля. К полиции населения проводятся самим орган внутренних дел эти отрозы. Нет, Шотландия, кем, независимые отрозы. Это можно делать дешево. У нас колоссальное количество, миллионы профсоюзных ветеранов. Люди еще в САХУ не работают, общественные потенциальные активы не работают. Прямые договора. Это надо выходить авторитетам Палаты, авторитетам Совета, общественных. На профсоюзных лидеров, в регионах. Прямые договора с департаментом на посещение этих ветеранов, например, тех же интернатов, детских, и так далее. Но для этого социального работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова